Ни для кого не секрет, что Запад сердится на Россию из-за целого ряда причин. Но здесь, в Москве, явно чувствуют то же самое. Мой гость на этой неделе – заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Есть ли шанс издержать нынешние ухудшения в отношениях между Востоком и Западом? Или худшее еще впереди? Сергей Рябков, добро пожаловать в конфликт-зон. Российское правительство самым решительным образом осудило совместные ракетные удары, недавние удары США и их союзников по Сирии. Но ваш официальный представитель Министерства иностранных дел сказала еще кое-что. Она сказала, что умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. Что именно является законным в отношении этого сирийского правительства, которое травит газом, пытает и убивает своих собственных людей? Я думаю, что вы согласитесь со мной, что президент Асад и его правительство избираются жителями Сирии. История их борьбы с терроризмом довольно трагична. И мы даже не знаем, как эта ситуация будет развиваться с точки зрения того, можно ли сохранить целостность всей Сирии как страны. То есть, предположим, здесь у вас есть политик, который был избран, он убивает и пытает людей, а вы продолжаете предавать ему легитимность. Мне трудно поверить в это. Я пока так и не успел ответить на ваш вопрос. Так что я сделаю это сейчас. Так вот, у нас нет никаких доказательств того, что президент Асад и его войска, его вооруженные силы сделали что-либо из того, о чем вы говорите нам, или что Запад в целом сделал с точки зрения... Правда? Вы не читали доклады ООН, например, из управления Верховного комиссара? Читали. И вас это не впечатляет? Мы все прочитали. У нас есть ряд оснований для того, чтобы критиковать эти доклады с точки зрения работы так называемого Объединенного Следственного Механизма, который западные страны уничтожили в прошлом году, потому что они не хотели ничего менять в его рабочем процессе. А они утверждают, что уничтожили его вы? Да, а мы утверждаем, что это сделали они. А затем все доходит до наших бесконечных гигабайтов объяснений, которые никого не волнуют. Все на Западе склонны слышать только самих себя и игнорировать то, что есть альтернативный взгляд. Это одна из наиболее проблемных тенденций в общем развитии так называемых западных демократий. Не будет такого понятия, как демократический международный порядок, если люди не захотят слышать альтернативное мнение. Поэтому вы игнорируете. Вы игнорируете все, что заявил Верховный комиссар ООН по правам человека в адрес президента Асада. Он призвал передать дело Сирии в Международный уголовный суд. Он отметил, что правительство виновно в массовых нарушениях прав человека. А в феврале 2016 в докладе его управления говорилось, что сирийское правительство совершило преступления против человечности, среди которых истребление, убийство, изнасилование, пытки и насильственные похищения. Но вы игнорируете все это, господин министр. Мне любопытно, почему. Они все ошибаются, они не знают, о чем они говорят. Послушайте, в последние годы мы наблюдали очень тревожное развитие, когда то, что должно было, то, что должно было стать универсальным международным инструментом, который, как вы знаете, должен обеспечить соблюдение порядка и продвижение повесток дня, основанных на добросовестности и компромиссе. Стремление к компромиссу, все это, как вы знаете, превратилось в инструмент геополитических игр, в которых участвует группа западных стран во главе США, Великобритании и Франции, которые просто ничего не хотят слышать, кроме своих собственных мнений. Но я говорю о докладах ООН, господин министр. Ну да. О докладах ООН. Конечно. Их не составляли США. Нет, нет. Британия и Франция. И все же вы без малейших колебаний также не воспринимаете их всерьез. Мы ничего не игнорируем. Мы тратим часы и дни, чтобы объяснить, почему эти выводы и содержание этих докладов во многих отношениях ошибочны. Если вы так мало считаетесь докладами ООН, то зачем вообще тратить время на ООН? Зачем напрягаться по поводу механизмов защиты прав человека, когда они кажутся вам настолько катастрофически неправильными? Зачем все это? Мы используем те платформы, которые существуют. Альтернатив им у нас нет. Мы постоянно представляем нашу точку зрения во всех соответствующих комитетах в Нью-Йорке и Женеве. Совет по правам человека является одним из них. И мы будем неустанно и бесконечно работать над исправлением того, что является очень предвзятым и политизированным подходом. Почему это вдруг он предвзят и политизирован? Я не знаю. Организация Объединенных Наций? Почему? Я не знаю. Почему? Потому что... Вы думаете, что они просто сидят и выдумывают эти обвинения? Нет, я думаю, что они просто настолько зависимы от так называемых сильных парней, которые, в свою очередь, не верят ни во что, кроме своих собственных убеждений. Я думал, что вы и есть один из этих сильных парней в ООН. Россия один из пяти постоянных членов Совбеза ООН. Вы один из сильных парней. Верно. Который использует свою визу, свое вето для последовательной защиты режима Ассада. Мы раз за разом используем наше право вето и будем делать это впредь. Для защиты международного порядка, изложенного в уставе ООН. Для защиты, защиты международного права, которое так грубо нарушается США, Великобритании, Франции и многими другими, которых ничего не волнует, кроме их альянсов и, скажем так, общих ценностей. То же самое говорят они и о вашей защите Ассада. Я бы хотел, наверное, чтобы вы ответили на вопрос, если сможете, который Дональд Трамп задал России. Какая нация хочет быть связанной с массовыми убийствами невинных мужчин, женщин и детей? Можете ли вы ответить на него? Почему Россия хочет быть связанной со страной, которая это делает? Во-первых, я не считаю, что какой-либо политик в США вообще вправе задавать подобные вопросы, кому бы то ни было, после того, что США делали на протяжении долгих лет, как вы только что описывали, без каких-либо объяснений. А во-вторых... Это напоминает игру «А что насчет? А что насчет США?» Но я спрашиваю вас об этом конкретном примере. Ну, мы действительно думаем, что правительство в Дамаске является легитимным. Оно продолжает борьбу с терроризмом и защищает жителей страны от бремени геополитических манипуляций, которые разыгрывают, воплощают и развивают те же люди, которые сейчас пытались обвинить Дамаск и Москву во всех возможных ошибках и грехах. Это в высшей степени неверно. И я думаю, что неплохо бы упомянуть и о том, насколько популярны были уже в США и в других странах разговоры о том, кто находится на правильной, а кто на неправильной стороне истории. Я все же вернусь к... Такое чувство, как будто сами США — это и есть история. Вы поддерживаете Организацию по запрещению химического оружия? Да. И мы — одна из самых ответственных и активных сторон Конвенции. И именно поэтому мы поддерживаем эту Организацию. Мы также считаем, что она заслуженно получила Нобелевскую премию в 2013 году за очень коллегиальные и совместные усилия по разоружению Сирии в плане полного уничтожения ее химического арсенала, за очень активное международное участие и очень точный и тщательный международный контроль. Хорошо, давайте поговорим об этом. Потому что вы исказили заявление ОЗХО по Сирии. Правда? Я приведу пример. Хорошо. Вернемся к событиям прошлого года. Хан Шейхун. Так. В апреле Вашингтон обвинил Сирию в том, что она использовала химическое оружие в Хан Шейхуне и нанес ответный удар по сирийской авиабазе. Ваше министерство отвергло эти обвинения, поскольку 22 августа, по вашим словам, соответствующая международная организация, то есть Организация по запрещению химического оружия, подтвердила, что химическое оружие Сирии полностью уничтожено под международным контролем. Верно. Вот только ОЗХО этого не говорило. ОЗХО говорило другое. Организация сообщила, что были уничтожены задекларированные запасы химоружия. Задекларированные. Верно. Не все оружие, а только задекларированные запасы. Вы правы. А всего лишь за месяц до вашего заявления генеральный директор ОЗХО Ахмед Зюмджю выразил серьезные сомнения относительно того, что Сирия избавилась от своего оружия. Серьезные сомнения. Вы киваете головой, вы это знали. Если вы дадите мне сказать, я могу рассказать вам всю историю. Я расскажу вам всю историю. Я был частью этого процесса. Я буквально был его частью самого начала. С первого дня, когда в Санкт-Петербурге президент Путин предложил тогда еще президенту США Бараку Обаме не прибегать к военной силе, а начать химическое разоружение в Сирии. И каждый день с того сентябрьского дня в Санкт-Петербурге я этим и занимаюсь. Я понимаю, господин министр, но вы заявили, что ОЗХО предоставила Сирии чистое санитарное свидетельство, тогда как на самом деле оно было далеко нечистым. ОЗХО подчеркивает это и по сей день. Они высказали свою позицию снова в прошлом месяце, но все еще не получили удовлетворительных ответов от Сирии по ряду нерешенных вопросов. Так вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос? Или вы хотите как-то взглянуть на более полную картину со мной? Я хотел бы, чтобы вы ответили на вопрос. Что же, ответ заключается в том, что задекларированное химоружие было полностью уничтожено под строгим международным контролем при участии ряда стран, включая Россию, включая США и так далее. В результате, через некоторое время, ОЗХО и технический секретариат организации начали задавать дополнительные вопросы, на которые Сирия должна была дать ответ. В частности, что они делали в научно-исследовательском центре в Барзахе? Что насчет ряда объектов, которые к тому времени были пустыми? Ангары и туннели и прочее. И о количестве боеприпасов, которые не были учтены. Сирийская сторона, сирийское правительство предоставило ряд объяснений и пригласило... ...это ОЗХО сочли неудовлетворительными. Ну... И они написали об этом, они говорили об этом в прошлом месяце. Да. Чтобы потом увидеть, как США и другие запускают ракеты, бомбят то, что предположительно и было этими объектами, без какого-либо наличия химического оружия вообще. Это не нормальный способ избегать и уходить от трудного разговора в месте, которое создано для этого, на платформах, которые были установлены именно для этой цели. Вместо того, чтобы продолжать политический процесс и продвигаться вперед, чтобы завершить начатое ОЗХО, скажем так, отвернулось, отстранилось и закрыло глаза. Я думал, вы их уважаете. Вы сказали мне минуту назад, что вы их уважаете, и теперь вы говорите, что они отвернулись. А может быть, вы принимаете только те выводы ОЗХО, которые сходятся с вашими взглядами, и вы не готовы слушать другие мнения? А может быть, это они не прислушиваются к нашим взглядам и взглядам других, когда мы делаем правильные замечания. И напомните им о том, как следует соблюдать конвенцию, если мы тоже соблюдаем юридические аспекты в наших действиях. Я говорю сейчас обо всех, кто является членом этой конвенции по запрещению химоружия. Поэтому мы полностью уважаем ОЗХО. Мы считаем, что они настоящие профессионалы. Поэтому сейчас это еще более тревожно, потому что на данный момент эта организация, как и Верховный комиссар ООН по правам человека, как многие другие, как Совет по правам человека... Вы думаете, все они против вас? Становится похож на жертву очень дешевых и мерзких политических игр тех, кто находится внутри НАТО, так и за пределами организации. Господин министр, вы постоянно просите предоставить факты? Да, вы правы. Россия постоянно требует фактов. Но как только вы их получаете, и они вам не нравятся, вы игнорируете их. Факты предоставлены ОЗХО, например. Приведите пример. Давайте поговорим о Хан Шейхуне. Давайте. Эксперты ОЗХО высказали серьезную озабоченность по поводу химоатаки в Хан Шейхуне, не так ли? Они предполагают, что 4 апреля 2017 года был использован зарин. США нанесли ответный удар. Напомним, что ваша Минобороны тогда представила, как они сами заявили, объективные данные, для того, чтобы доказать, что ответственность за химоатаку несут повстанцы. Такую версию отвергли в ООН и эксперты ОЗХО. Они не сомневались, что ответственность за химоатаку несет правительство Сирии. Они заявили, что в 2017 году, в октябре, эксперты организаций были уверены, что власти Сирии несут ответственность за применение заринов Хан Шейхуне. Эти факты основаны на их знаниях. Они основаны на том, что все чаще и чаще используются с точки зрения так называемого дистанционного исследования. А ведь это мили, десятки миль от места происшествия. Путем распространения постановочных кадров, подготовленных так называемыми белыми шлемами и другими, кто играет на руку террористам. Без учета обеспечения сохранности четких доказательств, без каких-либо попыток посетить военную базу, с которой якобы поднялся самолет, затем сбросивший бомбу с Зарином. Они никогда там не были. Они никогда эти авиабазы не посещали. И теперь они пытаются проделать тот же трюк в Думе. К счастью, нам удалось убедить генсека ОЗХО Узюмджу и Департамент безопасности ООН послать туда экспертов, чтобы они воочию убедились, что же произошло. Но произошла задержка. Нет, мы ничего не задерживали. Я следил за этим постоянно. Я знаю, что ждали зеленый свет, чтобы получить разрешение от находящегося в Нью-Йорке секретариата ООН по дипломатии, или, как его еще называют, по безопасности. И это была единственная причина. Но вначале были проблемы с безопасностью, там нам сказали. Потом возникли проблемы с документами. Представители СМИ не пускали. Мне неизвестно о проблемах с документами. Сирийское правительство и российская военная полиция были готовы впустить их с самого начала, еще до того, как были нанесены удары. Тем не менее, три или четыре дня были проведены в бездействии. Сначала в Бейруте, а затем в Дамаске, без каких-либо попыток войти в Думу по разным причинам. Мы никогда не согласимся с этим, потому что все это политические игры. И мы это воспринимаем таким образом и называем так. Давайте не будем говорить об игре. Давайте поговорим о том, что сказал официальный представитель Минобороны Игорь Коношенко в 13 апреля. Он сказал по телевидению, что у Москвы есть доказательства того, что Великобритания участвовала в организации инцидента в Думе. Правильно. У нас есть доказательства того, что Великобритания была непосредственно вовлечена в организацию этой провокации, сказал он. Правильно. Какие доказательства, господин министр? Ряд НПО, которые очень активно сотрудничают с правительством Великобритании, производят... Сколько НПО? По крайней мере, три из них, начиная с белых касок и некоторых других, включая так называемую Сирийскую обсерваторию по правам человека, которая находится в Лондоне. Эти люди — мастера по производству фальсификаций в плане съемки того, чего никогда не было. Это доказательство того, что... Это говорит о том, что Великобритания сделала фейк? Нет, нет, совсем нет. Это то, что вы сказали. У нас есть доказательства того, что Великобритания была непосредственно вовлечена. Знаете, британские власти используют все это в качестве основы для военного нападения, как и другие. Ваш представитель сказал, что это так. Точно, именно так. Он сказал, что у нас есть доказательства того, что Великобритания была непосредственно вовлечена в организацию, организацию этой провокации. Почему вы верите, что что-то случилось в Думе? Почему вы вообще думаете, что что-то произошло, что это не было сделано на компьютерах, по крайней мере, с участием британских чиновников? Нет доказательств. Не так ли, господин министр? Мы также не видели никаких доказательств и с вашей стороны. Вы просто вываливаете все. Мол, у нас есть доказательства того, что Великобритания была вовлечена в организацию. И они у нас есть. Я подтверждаю слова Коношенкова. Но у вас нет ни малейших доказательств, которые вы готовы мне дать. Мы считаем, что не существует надежного альтернативного объяснения, кроме вмешательства британского правительства. Весьма вероятно, что британское правительство вовлечено в это. Весьма вероятно. Действительно. И это ваше доказательство. Ладно. Но мы видели, как вы выдвигали неопровержимые доказательства раньше. Не так ли? Как и в прошлом ноябре, когда ваше Министерство обороны заявило, что оно имеет неопровержимые доказательства о сотрудничестве между силами США и боевиками ИГ. Министерство приложило фотографии, видимо, чтобы доказать свою точку зрения. Но эти фотографии полностью не соответствовали тому, о чем было заявлено. Факт, раскрытый группой российских интернет-исследователей. Ни одна из пяти фотографий, прикрепленных к публикации вашего Министерства обороны, не соответствовала тому, о чем было заявлено. Хорошо. Я бы с радостью снова посмотрел на эти фотографии и обсудил их с нашими людьми в Министерстве обороны. Во-первых, я действительно думаю, что то, что люди в Министерстве обороны или Российской Федерации предоставляют, когда говорят о подобных ситуациях, заслуживает доверия. А во-вторых, это основывается на фактах, а не на пустых обвинениях, которые изливаются на нас с разных сторон. И в-третьих, мы делаем это в полной координации между правительственными учреждениями здесь, в Москве. То есть, такие вещи со стороны российских официальных лиц не распространяются без согласования и информирования всех связанных с этим процессом участников. Они обвинили гражданского сотрудника, который удалил свои твиты на эту тему. Возможно, вы... Давайте поговорим об отравлении. Сергея и Юлия Скрипалей в Англии. Кроме того, не без ложки дегтя, вы оказали необычайно много противодействия Великобритании. Обвинили в том, что Скрипалей, возможно, отравила сама Великобритания. Возможно, их похитили. Возможно, их держали там против собственной воли. Скоординированная и хорошо спланированная кампания, как сказал посол России в ООН, с целью дискредитации и даже делегитимизации России. Вы действительно думаете, что Британии на данный момент больше нечем было заняться? Я не знаю. Это вопрос к британской стороне. Кстати, они не отвечают ни на один из вопросов, которые мы им задаем. Мы общаемся с ними формально, посредством большого количества дипломатических нот, не прибегая к микрофонам. Они говорят о так называемых сценариях, которые, по их мнению, распространяет российское правительство. Они начали с 18, затем увеличили до 21. Впоследствии они говорили здесь, в Москве, о 30. Сейчас их до 24. Мы бесконечно подсчитываем, сколько объяснений, случившегося Сергеем Скрипалем и его дочерью, делается в разных источниках. Источниках Великобритании. Но это не главное. А некоторые источники из России? Да. Некоторые источники из России? В самом деле. Один из двух бывших ваших советских ученых? Вил Мерзоянов, Леонид Ринг, Владимир Углев и многие другие. Углев, работавший над советской химической программой? Да, работал. Он сказал, что убежден, что Скрипалей отравили с помощью вещества, которые он помог разработать? Да, в самом деле. Но это еще не значит, что подобное произошло после подписания конвенции и после того, как Россия стала участником этой конвенции. Нет, он сказал, что подобное отравляющее вещество было использовано и при убийстве российского бизнесмена Ивана Кивелиди в 1995 году. Предлагаю вам посмотреть, какие документы и факты и протоколы этого процесса раскрыл пару дней назад генпрокурор России. Документы были... В этой истории так много интересных деталей, которые были обнаружены. Но вернемся к тем людям, которые работали в Шиханах и других местах. Вы должны помнить, что все эти люди были вывезены из Российской Федерации после развала Советского Союза с помощью западных правительств. А затем они обнародовали все формулы в отношении так называемой группы «Новичок», если уж использовать это слово. Название этого вещества, представленное англичанами. И подтвержденное ОЗХО? ОЗХО никогда этого не подтверждало. Сейчас мы говорим в ОЗХО о неудавшейся попытке британского правительства использовать организацию как инструмент борьбы против России. Потому что в этом окончательном отчете не содержится никакого подтверждения. Даже в его конфиденциальной версии, которая была... Мы не видели окончательный конфиденциальный отчет. Вы не видели. ОЗХО говорят, что подтвердили позицию Великобритании. Нет, ничего подобного. Они всего лишь подтвердили выводы. Что-то изменилось? Нет, с самого начала. Они просто подтвердили формулу этого вещества. Верно, они подтвердили формулу. Однако, не было сказано о том, откуда это вещество. По меньшей мере, от 15 до 20 стран имеют все возможности для его производства. Для того, чтобы сделать свои выводы о веществе, с помощью которого были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, у британцев должен был быть образец, эталонный образец вещества, который никто, кроме них, не синтезировал бы. И в этом вся загадка. Так что мы отвергаем обвинения в том, что нет другого достоверного объяснения, кроме российского. Который, я понял, который поднимают и на Западе. К чему же ведут такие отношения? Как вы считаете, есть еще какие-то общие точки соприкосновения между Востоком и Западом? Прошу вас ответить по возможности кратко. Наше эфирное время подходит к концу. Все будет только хуже. Я думаю, мое мнение. Ну, в России внешняя политика ориентирована, руководствуется решениями президента. Мы только реализовываем это на практике. На мой взгляд, России необходим дуальный подход к Западу. Это сдерживающий, хлесткий диалог по вопросам, которые интересны России. Этот диалог должен основываться на стратегическом терпении. Со временем, когда люди узнают, как они ошибались во всех своих неудачных попытках изменить Россию, они смогут перейти к лучшему пониманию нового мира. Сергей Рябков, большое спасибо за участие в «Конфликт-Зон». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова